Проверяем, более крупные или меньшие клубни дают больше корней картофельным росткам до всходов. И заодно проверяем и достоверность мифа, утверждающего, что до всходов ростки из крупных клубней берут все нужные вещества из самих же клубней. И поэтому долго не пускают корни, а из мелких клубней наоборот, пускают корни сразу, потому что запаса веществ в маточном клубне слишком мало. Привет, друзья. Привет. Попробуем разобраться, как картошка растет под землей, где там корни, как ведут себя ростки. Попробуем сделать экранчик из стекла. Да, попробуем сделать экранчик, такой стенд наглядный и посмотрим, как оно будет. Так, тут сделали пару ямочек на склоне. Реально стенд. Стенд. Все, это закрепилось. И это тоже. Прижмем стеклом. Стекло такое, видимо, с сервантос какого-то. Нашли. С фасками даже. Опа. Еще аккуратно так прожали ее, в принципе. Застеклили картофель. Сырого. Ну и сверху кусок рубероида. Чтобы свет не попадал. Да. Сейчас от света спрячем. Так, знаешь, когда я смотрю вот в кадр, никогда не угадаешь, что это. По кадру не определишь. Знаешь, допустим, садишь картофель там или что-то, там сразу понятно. Садишь картофель, там канавка, да, и картошку кидаешь. А тут непонятная яма с рубероидом. И сейчас мы посмотрим, что-то тут получается, не получается. Тут хорошо, прям прилично сено засыпано. И потом идет рубероид. И сейчас мы его отодвинем. Картошка за стеклом. О! Ну что? Она уже пускает корни. Вот они, корни. Да, мы-то садили просто роски без корней. А теперь вот мы увидим, как она пускает корни. Эксперимент под стеклом. Картошка под стеклом. И один уже, что это вообще? Это сорняк, наверное, какой-то. Да, это просто сорняк растет. Сорняков нам там не надо. Ну что, картина маслом. Все как на ладони, в принципе. Видно, что начали обширно корни расти. Эти корни выросли у картофеля за 6 дней. Много корней. И видно, что корни растут везде и сразу. И возле картошейны, и по всем росткам. Причем, говорят, что с крупного картофеля корни там плохо растут. Вот, пожалуйста, здесь один клубень у нас крупный, другой мельче. Ну и наглядно видно, что, например, здесь сейчас даже на самом деле больше корней, чем вот здесь. Не правда ли? Все вполне наглядно. То есть, миф о том, что, когда картошка растет из крупного клубня, и якобы из-за этого она берет вещества в клубни, и поэтому типа корни не пускает. Да нет, вот, пожалуйста. Все наглядно пускает, корни полно. Вот более мелкая картофеля. Ну и корней здесь меньше. То есть, в принципе, такой зависимости, что крупнее картофель и хуже корня, ну точно нет. На самом деле, длина корней примерно одинаковая. Что здесь, что здесь. Тут просто ростков чуть побольше было. Из-за этого выглядит, что здесь даже больше корней. Ну, на самом деле, одинаковые корни. Что здесь растут, что здесь растут. Все так же. Достаточно наглядно. Ну и все, закладываем обратно. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы и на Ютубе, и на Дзене. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Заранее спасибо. Так, что у нас тут. Ну, вот видно, картошка сверху лежит. Слой вырос. Слой вырос. Слой вырос. Слой вырос. Слой вырос. Слой вырос. Слой вырос.